первый день войны первый день войны был вообще у меня первый день войны скажем так начался еще за неделю до у меня было уже состояние того что происходит война но еще почему-то никто об этом не говорит и все мои друзья с кем я об этом разговариваю или родные или семья не хотят меня слушать и шутят и у меня начиналась такая паническая очень сильно внутри дискуссия самой собой и у меня были достаточно такие стрёмные ужасны в начале и я помню что за день до войны вот буквально там за пару часов меня началось прям вот ощущение что завтра завтра будет война но мне никто не хочет слушать я позвонила своей подруге с череповца потому что она тогда единственная кто была готова меня услышать вот говорю ванесса все завтра будет война точно я это меня пыталась успокоить и тогда еще был вот этот день когда все загадывали желание 22 02 2022 я загадала выбежала быстро на балкон и за пару минут загадала чтобы война не так и не случилось желание не сбылось за за неделю до только началась война я везде короче обращал почему-то внимание на мертвых живут вот у меня типа за буквально за несколько дней типа мертвого кота мертвую собаку мертвую крысу мертвого голубя вот еще кого-то вот я понял так ну вроде как это какой-то символ наверное да и решил прочитать там на ком сайте тоже насчет символов что что такое мертвые животные оказалось и мертвые животные это смерть кто мог подумать вот и я такой но такие что-то значит типа у меня вроде ничего не собираются нарушаться ничего не собираются отмирать еще такое что же считаю типа если если умер голубь я видел мертвого это наверное символ того что там может умереть мир это не да потом через пару дней даже не сразу вспомнил типа все все это вот как бы все это и умерло так ну первый день войны мы его встретили как бы в гуртожатку и меня разбудила моя соседка справа в том что я лягла спать в третьей године десь ночи и меня воно поднимает в пятой и такая аллина война я ехала просто в пустом вагоне и просто плакала и я не розумела чему я плачу я не розумію чему я еду я не розумела взагалі ничого и это просто просто было ну такое пустое ощущение я не знаю как его правильно описать когда ты просто не понимаешь куда ты идешь типа у тебя ощущение сну такого ты просто как будто ты спишь и просто чекаешь что хтось тебя зараз потрясе не знаю обиле холодной водою и типа и все я выхожу на балкон а было тогда такое классное небо голубое и птицы летали я смотрю на это небо и я вот помню вот этот момент что я стою и осознаю что поэтому на этом голубом небе будут летать ракеты и убивать людей я вскакиваю моя сусидка лежит я вскакиваю починаю как-то ну на автомате просто то что я роблю каждый ранок доставлять лешко закидать постель там идти мити руки вмиватись туда-сюда и вот когда я стою и закидаю лешко лунает вибух другий уже это был момент это очень испугало и потом когда мы шли на улицу слышал прям на улице вживую взрыв вот тогда я как-то прям поплыл вот реально поплыл поплыл потому что это был уже точно взрыв уже точно где-то рядом стране привоза типа я охренел мягко говоря я понял что как-то этим не закончится что это очень страшно слышать что моя психика это не вывозит это первый день войны мы сидели майже ну майже весь день в бомбосховище и иногда поднимались на гору и вообще даже первый день ты чётко не помнишь ты первый тиждень ты чётко не помнишь просто ну ты постойно або внизу або на горе або ты плачешь або там говоришь с родными у деяких людей я не знаю взагалі не виходить в родины просто тижнями на зв'язок и просто ты бачишь этих людей в них серые обличья нибы как бы ну в круги уси живут как всегда и ты иногда ходишь там на магазине флаг украины там еще десь флаг украины яка есть подсветление яке есть там сильно жовтое но все одно ничего не изменяется ось и люди живут как жили и все добре ты и ты не будешь какой-то параллельной реальности ну напевно так и частково ось я принял решение спустя полторы недели что нужно уезжать и это решение приходила ко мне супер сложно потому что как и все мы я проходила через состояние вины и горе и гнева и всех этих смешанных чувств это состояние страха тревоги пости безпомощенность злоба ненависть нерозумения где ты будешь завтра что с тобой будешь что буду с тобой с твоими близкими с твоей родиной я сьогодні переглядала фотоплевку в компьютере и просто згадывала как там у меня были свои традиции у меня были какие-то свои рутины свои звички которые были безусловно связаны с местом где я перебываю и просто ну зараз все инше и тому хочется додому дымце там где твои люди там где ты свой с войной пришло осознание того что роднейшего дома ниж наша краяна в нас немае я увидела фразу короче недавно весь мир обошел а рай домом оказался вот такое состояние звичайно дымце там где семья там где близки там где спогади вси там где ты приезжаешь и выдыхаешь и все легко что-то что где можно не чувствовать постоянно нервоз где можно расслабиться просто существуя сейчас я с уверенностью могу только сказать что для меня дымце Киев и что я его очень люблю и очень люблю тих людей яких я там знайшла для себя дым для меня дымце это наша ненькая украина что ты еще сказать дым для меня это украина и я думаю что много кто из нас это понимал очень сильно на себе в последние дни и это не могу не радовать я думаю что много людей после войны я надеюсь на это вернуться я понимаю что вернуться до того же життя которое у нас было уже будет неможливо уже мы вернемся на нашу землю но уже совсем иншими так что украина вистоять украина украинцев покажут что они могут быть независимыми и они будут выборювать до останнюю чувствуется что все мы вместе и просто ты не был очекованный просто когда все закинчится и все будет хорошо и почему я так уверена что все будет хорошо потому что это не может быть просто нужно немного потерпеть вот так так что все это 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 Продолжение следует...